Сегодня мы едем на Стивистом, в старинную раболовецкую деревушку. И поскольку это одно из самых любимых мест, я решила взять вас с собой. Я надеюсь вам понравится наше путешествие. Я люблю это местечко. Здесь мне кажется так уютно и все в таком духе старинной раболовецкой деревушки. Сегодня рынок закрыт и мы пришли сюда со специальной миссией отведать fish and chips. По-русски будет рыба и чипсы. Я не ела это блюдо очень и очень давно. И вот сегодня мне прям так захотелось, прям так захотелось, ну и мы решили приехать сюда. Я не уверена, или же это желание жгучее поесть именно fish and chips или просто вот желание расслабиться, посидеть у спокойной воды на плавающем пирсе с цветами, с плавающими лебедями, без толпы шумной. Потому что именно в таком состоянии можно застать стивистом именно в рабочие дни. А вот так оживленно и многолюдно выглядит эта деревушка по выходным и особенно летом. Сюда приходит много людей купить свежий морской продукт. Это одно из моих самых любимых местечек в любое время года в Анкувере. По выходным утром небольшие сюда привозят сюда свой ночной улов. Креветки, лосось разных видов, треску, кальмары и даже маленьких акол. Китайцы едят акул. Надо тоже попробовать. И вот рыбаки везут свой улов сюда, напрямую, на этот рынок. И продолжают продавать это все с борта своего судна. Я очень люблю идти по плавающему пирсу и выбирать себе самый вкусный свежий морепродукт. Интересная техника определения цены на товар на этом рынке. Смотрите, как девушка-китаянка с красивой грудью и интригующим акцентом определяет стоимость товара, подняв нежно его за хвост. Это, конечно, шутка. У них есть весы, видите, они взвешивают товар. Но иногда можно подорговаться, потому что это же базар. И как, наверное, всегда на базаре можно договориться. Цена такой рыбы 9 долларов за паунд. Рыба где-то 15 паундов и всего рыба будет стоить примерно 140 долларов. Они уезжают на рыбалку на неделю и потом возвращаются словом, чтобы продать выходные. А теперь вернемся обратно в зиму на закрытый маркет. Итак, мы заказали фишн чипс и сидим ждем. И наслаждаемся спокойствием, чистотой воздуха и криком птиц. В очереди из одного человека стоял один мужчина, такой с бородкой, с седовласой. Он мне напоминал чем-то сказочного героя, персонажа. Не знаю кого, но кого-то напоминал. И в коляске у него была вот такая вот забавная дитё такое, разодетая собачка. Очень даже так заботливо одетая по-женски, с мягкой шерстяной покровом таким. Когда мужчина увидел, что я снимаю видео, и он вернулся в кадр. Видите, насколько добрые люди здесь, настолько вот приветливые. Вот он для того, чтобы не прервать мою съемку его собаки, он дал мне возможность ее поснимать. А тем временем подошел к моей собаке и начал с ней разговаривать, гладить. Вот такие вот дружелюбные канадцы. Ну, собака, конечно, принцесса. Пешком она не ходит. Не то, что наш Рио простой. Эта девушка готовит нам фишн чипс. Она увидела собачку и выскочила, чтобы ее погладить. И тут она поняла, что я в видеотейпинг снимаю собаку. Она дико извинилась и убежала с извинениями. Это еще один пример, что люди, какие люди вокруг нас здесь, в Канаде, воспитанные, уважающие людей вокруг и всегда думающие о том, чтобы не сделать ничего неудобства, не причинить неудобства окружающим. Люди в Канаде, это один из многих факторов, что мне нравится в Канаде. Люди, их поведение, их отношение друг к другу. И когда говорят, что Канада бездуховная, Америка бездуховная, Европа, мне, конечно, это очень как бы вызывает улыбку и недоумение. И, наверное, одну из причин, почему же я решила стать влогером, это вот та пропаганда, которая показывает мир совсем иным, озлобленным, диким. Именно вот эти вот моменты порождают войну между людьми. Наверное, у каждого из нас был такой опыт, когда незнакомый человек сделал для вас что-то хорошее. И у нормального человека возникает такое желание отплатить ему добром. Это нормальная реакция человека. И я верю, что именно на этом основаны отношения между людьми. Итак, наша еда готова. Ребята, вкуса не передать. Это магический не только сам продукт, а это и воздух, это и окружение, крики чаек, плавающие лебеди. Все это такой просто, я не знаю, романтический вкус. Я надеюсь, вам понравилась прогулка с нами. Угостить рыбой я, к сожалению, в натуре не смогу, только передать его вкус. Кому понравились мои видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы встретиться в следующих видео. Желаю всем хорошего дня, бодрого настроения. Ну, у кого ночь, спокойной ночи. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok